Привет, друзья, с вами снова Кирилл Куницкий и в этом выпуске бизнес инструментов я расскажу вам о том, что такое контент-стратегия и контент-план в компании. Контент-стратегия и контент-план это инструменты, которые применяются в контент-маркетинге компании. Это система коммуникации с вашей целевой аудиторией, направленная на разогрев лояльности и доверия к вашей компании. И в основе подобной коммуникации лежит предоставление пользователям ценности, ценного контента или ценного содержимого. То есть ценной информации, которая конкретно вашей целевой аудитории в рамках той сферы, в которой работает ваша компания, позволит стать экспертнее, позволит поднять культуру потребления. То есть предоставит им определенную ценность. И контент-стратегия, контент-план инструменты, которые позволяют делать это системно. Большой ошибкой для компании, которая хочет строить коммуникацию с целевой аудиторией, будет делать эту коммуникацию спонтанной. Когда, например, сегодня вы проснулись с утра и решили, а не сделает ли мне за сегодня 5 постов на фейсбуке, потому что давненько я не коммуницировал со своей целевой аудиторией. После этого 5 дней ничего нет, потом снова 3 поста и то же самое по всем каналам. YouTube, email, блог и так далее. То есть основа сильного контент-маркетинга это четкое определение каналов коммуникации с вашей целевой аудиторией, в рамках каких каналов вы коммуницируете. И определение изначально стратегии коммуникации и после этого уже конкретного плана коммуникации, то есть конкретного наполнения. И для того, чтобы эффективно построить контент-маркетинг, необходимо изначально разработать эти два документа. Я покажу вам сейчас наиболее простые формы данных документов, поскольку в принципе их можно усложнять и они бывают намного более сложные. Но вот уже те формы, которые я покажу, они позволят вам взять под контроль ваш контент-маркетинг. Итак, первое, контент-стратегия. Самая простая форма контент-стратегии. Просто таблица, в которой у вас есть три столбца. Канал коммуникации, тип контента, частота коммуникации. И далее мы перечисляем все ключевые каналы, в которых мы коммуницируем с целевой аудиторией. Это может быть наш блог, это e-mail рассылка, YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакте. То есть любой канал коммуникации в интернете, в рамках которого вы можете сделать какую-то публикацию и ее увидит целевая аудитория. Тот с тем или иным охватом. Соответственно, здесь мы их можем перечислить достаточно много. Все существующие у вас каналы коммуникации. И дальше, контент-стратегия определяет общий подход к коммуникации. Соответственно, здесь мы не пишем никаких дат, мы пишем просто тип контента. Например, на блоге, если мы говорим о нашей компании, у нас в контент-стратегию включено два типа обязательных элементов публикации на блоге. Это бизнес-инструменты каждый понедельник и бизнес-инсайты, которые выходят каждую среду. Соответственно, в частоте будет определено, что бизнес-инструменты каждый понедельник, бизнес-инсайты каждую среду. Соответственно, мы определили и можем чуть-чуть детальнее описать, что это такое. Дальше. Е-мейл рассылка. Например, мы пишем письмо со ссылкой на данный вышедший бизнес-инсайт. Приходит каждый понедельник в 15.00. Например, публикация на блоге может быть каждый понедельник в 12.00, письмо с рассылкой в 15.00 и так далее. По всем ключевым каналам мы подробно расписываем тип контента, который мы даем, в разрезе какого канала мы его даем и с какой частотой мы его даем. Это базовая стратегия, она утверждается на глобальном уровне. После этого мы ее воплощаем уже в контент-плане. Контент-план это уже сетка. Сетка конкретно публикации конкретного контента. В частности, мы видим поле дата, где у нас есть планируемые даты, на которые мы планируем реализацию нашей контент-стратегии. И есть каналы коммуникации. Блог, емейл-маркетинг, ютуб, фейсбук и так далее. Их может быть большое достаточное количество. И дальше, в разрезе пересечения каждой из двух строк и столбца, например, 1 апреля на блоге, мы определяем, что пойдет в данный канал коммуникации. В данном случае, здесь мы пишем время коммуникации и пишем, что конкретно пойдет в эту коммуникацию. Например, на блоге 12.00 публикация видео с бизнес-инструментами, подобные, если мы говорим о нашем случае. В вашем случае, это может быть ваш какой-то тип контента. И вы прорабатываете эту сетку наперед. То же самое вы пишете, во сколько что пойдет в емейл, во сколько что пойдет в ютуб. Бывает, тут может быть сразу несколько публикаций. Например, если мы говорим о соцсетях, у вас здесь будет 5 публикаций за день. Окей, указываете время, что за публикация, время, что за публикация. С конкретной темой, с указанием конкретной темы. Здесь общий подход, здесь конкретная тема. И таким образом, вы заполняете эту сетку. Крайне важно, чтобы эта сетка была заполнена у вас где-то на 2-3 недели вперед. Отвечает за это контент-менеджер в отделе маркетинга. Соответственно, когда эта сетка заполнена, вы уже начинаете наперед генерировать контент. Такое правило хорошей гигиены в контент-маркетинге, чтобы у вас на неделю вперед был произведен весь контент. В идеале даже настроен, запрограммирован на уровне автоматизации. То есть все современные каналы коммуникации имеют автоматизацию публикаций. То есть вы можете настроить пост на WordPress, который будет опубликован в следующий понедельник. Настроить пост в Facebook, который будет опубликован в любой другой день. То же самое с email, маркетингом, с YouTube. То есть отложенные публикации. Вы это можете делать. В идеале, чтобы неделя наперед уже была заряжена в эту вот кассету для коммуникации с целевой аудиторией. И вы продолжаете генерировать контент для будущих дат. Вот это есть подход к контент-стратегии, к контент-плану. Я вам донес такой самый базовый подход. Однако его уже достаточно для того, чтобы взять под контроль систему коммуникации с вашей целевой аудиторией. О том, что такое эффективный контент-маркетинг, как его применять в разрезе всего комплекса интернет-маркетинга. Я буду подробнее говорить на практикуме эффективный интернет-маркетинг для собственников бизнеса, который будет совсем вскоре. В принципе, мы об этом много говорим на программе «Собственник бизнеса». Поэтому там вы можете узнать об этом более подробно. С вами был Кирилл Кунинский. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Напишите свои комментарии и вопросы под этим видео. И подпишитесь на канал, если вы до этого еще не сделали. Или лайкните нас в Facebook. Потому что впереди еще очень много интересных видео. И я думаю, что эти видео стоят того, чтобы вы их увидели. Увидимся. До встречи.